Место первоначального земного рая определяется священным писанием на востоке. «И насади Господь Бог рай в Айдеме на востоцах». В этом же направлении по отношению к земле указывается и рай небесный. Преподобная Феодора поведала, что по исшествии ее из тела, она с сопутствовавшими ей ангелами направилась для достижения небесных обителей к востоку. Великий угодник Божий Симеон Девногорец видел рай на востоке, чьей теменеет 24 мая. На востоке видела его преподобная Ефросиния Суздальская. Вот почему восток в христианской церкви имеет великое значение. Так храмы строятся алтарем на восток, покойники кладутся лицом к востоку, православные молятся на восток. Православная церковь, не занимаясь отыскиванием местонахождения рая во вселенной, в своих молитвах, особенно в Великую Субботу и Воскресение Христово, говорит о месте рая на небе. Многие угодники Божьи новозаветной церкви созерцали рай подобно саду. Но, конечно, вещество его и природа соответствуют естеству его жителей, духов. И потому рай недоступен для наших чувств, огрубевших от глубокого падения. При погребении Божьей Матери святитель Иоанн Богослов шел с райской ветвью, принесенную на землю из рая архангелом Гавриилом. Святой Макарий Великий пишет, что после смерти наследующих рай встречают, отвадят в особенные сады в обители, приуготованные заблаговременные, где на них возлагают драгоценные одеяния. Святой Григорий Синаид пишет, что рай есть низшее небо, что деревья садов постоянно покрыты цветами и плодами. Посреди рая течет река, его напаяющая и разделяющая на четыре рукава. Об этой реке повествует и Моисей в своей книге. Река же исходит из Эдема, напаятий рай, оттуда разлучается в четыре начала. У всех святых отцов и учителей церкви рай представляется садом садом дивной, неописуемой красоты, природа которого вполне соответствует природе души, недоступной нашим огрубевшим чувствам. Однако же недоступная для одних райская природа была доступна для других при содействии Святого Духа. Так, подобно апостолу Павлу, восхищенному однажды в рай, был восхищен туда один благочестивый подвижник, Игубин Власий. Он начал служение с ранних лет и был украшен всеми добродетелями. Власию пришло непреодолимое желание узнать, в какое место за гробом вселяют души монахов, подвязавшихся во время земной жизни. После трехлетней Келейной в каждую ночь молитвы, в одну ночь Игумен Власий, стоя по обычаю на молитве, внезапно был восхищен в рай. Здесь он почувствовал, что идет по какому-то полю. На поле был рай Божий. Блаженный Власий вошел в рай, который представлялся цветущим садом, исполненным благовония. В рай он увидел монаха своего монастыря, Ефросина, сидящего под деревом на золотом престоле. Увидел Ефросина, Власий подошел к нему и сказал, «Это ты, сын мой, Ефросин? Что ты здесь делаешь? Я поставлен здесь от Бога, стражем, отвечал Ефросин. А можешь ли ты мне что-нибудь дать, если я у тебя попрошу?» Продолжал Власий. «Могу, проси». Тогда Власий показал рукой на яблоню и сказал, «Дай мне с этой яблони три яблока». Ефросин снял три яблока и подал их Игумену. Игумен принял их в мантию и тотчас пришел в себя. Он опять увидел себя в келье, а в мантии три яблока. Зазвонили к утренней. По окончанию богослужения Игумен приказал братьям, чтобы никто из них не выходил из церкви. Призвав из поварни Ефросина, спросил его, «Сын мой, где ты был в эту ночь?» Ефросин опустил глаза в землю, стоял и молчал. Старец не переставал его допрашивать. Тогда Ефросин отвечал, «Там, Ава, где ты меня видел». «А где я видел тебя?» Вопросил старец. Ефросин отвечал, «Где просил у меня три яблока в святом Божьем раю, и я тебе их дал, а ты принял». «Вот эти три яблока, полученные мною в Божьем раю», продолжал Игумен, показывая их братьям. «В эту ночь Бог сподобил меня быть в раю и видеть его». Яблоки на благословение были разделены между братьями и больными, и больные между ними по вкушению райских плодов делались совершенно здоровыми. Из всего сказания, алфавитный потерек, «Видно, что рай существует, и что Ефросин и власи были своими душами в раю», описание которого закончим словами святого апостола Павла, «бывшего там и видевшего его, и слышавшего там неизреченные глаголы, их же не ледь есть человеку глаголяте». Итак, из приведенных рассказов видно, что смерть для праведников скорее желательна, чем страшна и ужасна. И это потому, что они всю жизнь помнили о смерти, всю жизнь приготовлялись с ней, готовы были встретить ее каждый час, помня слова Господа. «Бдите оба, як они вести дни, ни часа, вонь же сын человеческий прийдет». Евангелие от Матфея «Бдите оба, як они вести дни, ни часа,